Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня попросили рассказать свою автобиографию, вроде бы как это нужно. А то стал выставлять ролики, наши беседы, и люди говорят, а кто это такой? Никто его не знает, то есть меня вылез тут, ни биографии никакой, ничего нет. Не знаю, насколько это надо. Дело в том, что у меня вышли книги, и вот одна из них называется вот так. Для Слова Божия нет уз. И трехтомник Нового Завета. Сейчас я покажу его. Это я выпустил 38 книг. 38 книг. Господь позволил мне издать. Это на столе лежат мои книги, изданные мной. За 9 лет. 38 книг. Вот Новый Завет. Полное толкование Нового Завета. Видите, какая она. По блаженному феофилакту. И 297 моих комментариев. Я к чему говорю, что вот эти три книги, и вот эта четвертая, это посла в подарок были Путину Владимиру Владимировичу, значит, Медведеву Дмитрию Анатольевичу, и патриарху Кириллу. Тут вся моя биография. И при том биографию-то не я писал, а с моих слов другой, тут от составителя. Может быть, это надо будет засчитать сначала, рассказать. Видимо так, сделай сюда, Владимир, подадим, а здесь тут слух прочитай. А потом к этому я добавлю уже биографию. Я думаю, тем более вступление это делает очень известный человек в московской патриархии, теперь он священник Николай Балашов. Он в отделе внешних отношений, и он занимал очень ведущую роль, когда вот это объединение, как называют, акт о хроническом признании был. Стань, чтобы тебя видно было сюда. Русско-православная зарубежная церковь и московская патриархия. Вот это он что пишет. Сюда поближе, стань, чтобы видно было. Да, видно, видно. Давай. Погромче. От составителя. Как появилась эта книга? После того, как Игнать Тихонович Лапкин вернулся домой из лагеря, друзья попросили его рассказать о 15-месячном пути от ареста до выхода на свободу. Да и сам он чувствовал потребность поделиться приобретенным опытом. Сядь рядом, чтобы тебя видно было. Из этих рассказов вышла вторая часть книги. Тюремные воспоминания Игнатья вызывали у многих читателей живой интерес. Поэтому друзья стали просить его воспомнить их рассказом о более ранних событиях. Постепенно из разных отрывков сложилось повествование, составляющее первую часть этого тома. А третью часть вошли некоторые письма Игнатья, написанные уже по возвращении заключения. Приложение включает приговор суда, акты тюремной психиатрической экспертизы, показания свидетелей на предварительном следствии, протесты, послания в суд и прокуратуру и другие документы. Игнатий никогда не возражал против любого использования его писем верующими. Была бы в душе польза. Таков его обычный ответ. Поэтому мы решили, что не погрешим против воли автора, собрав все эти тексты вместе. Надеемся, что верующий читатель найдет здесь и поучение, и пищу для раздумий. А в будущий исследователь нашей нынешней церковной жизни обнаружит в этих записках ценный материал. Мы включили в эту книгу в сокращенном виде и небольшой самиздатовский очерк о сибирском магнитофонизаторе, написанный вскоре после его освобождения. Полностью он был помещен в бюллетне христианской общественности номер 2. Магнитофонизация всей Сибири Таков полушуточный девиз миссионерской и просветительской деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина, православного христианина из Барнаула. 28 марта 1987 года досрочно освобожденного по указу Президиума Верховного Совета СССР из уголовного лагеря ЖД-158-3 в казахском городе Жанатас проповедь Евангелия свидетельства о духовном богатстве православия, библейское просвещение верующих, сплочение их в стойкие братские общины, в которых каждый жертвенно служил Господу, как и чем может. Вот основные направления миссионерского служения Игнатия. Гиблейский фундаментализм, старообрядческая приверженность к уставу и регламентации жизни. Сюда пересядь, потому что знание было. Место повыше сядь. А меня видно, меня видно. Тебя плохо видно. Давай, сядь. Я отойду, потом я подойду в конце. Но как-то очень органически сочетается в нем с открытостью, непредвзятостью суждений, а порой прямо-таки пророческим дерзновением. С этим столь непривычным для нас сибирским самородком можно в чем-то соглашаться или не соглашаться. Но нельзя не признать его право говорить то, что он говорит. Позиция Игнатия родилась не в ленивом разговоре за чашкой чая. Она действительно выстрадана до крови. В соответствии с словом и делом Игнатия засвидетельствовал еще прежде свое тюремное и лагерное исповедничество. Игнатий и его друзья – самые яркие из известных мне примеров аскетической жизни. Речь идет не только о продолжительных молитвенных правилах и дисциплине внутренней. На питание семья Лапкиных Игнатий и его жена Надежда расходуют около 20 рублей в месяц. Кирзовые сапоги на дешевую рубашку, перехваченную поиском. В другом виде я не встречал Игнатия ни разу. Зимой фуражка заменяется на видавшую многие виды ушанку. Добавляется ватная телогрейка. Многодневные поездки, только в общем вагоне. А все оставшиеся деньги на помощь нуждающимся на делах миссии и служения. Не ограничиваясь Барнаулом и окрестными сибирскими городами, Игнатий по крайней мере раз в год во время отпуска до ареста он работал сторожем. Предпринимал вместе с кем-нибудь из друзей миссионерское путешествие. Казахстан, Украина, Средняя Россия, Прибалтика, где только не пролегали его маршруты. Квартиры друзей, молитвы на домах баптистов, адвентистов и пятидесятников. Дворы православных храмов, обращенные в музеи церкви. Вагоны поездов, комнаты милиции в московском метро. И всюду общение с новыми и новыми людьми. Проповедь, проповедь, проповедь. Игнатий всегда старался поддерживать максимально близкий контакт с духовенством. Одно время он был частным гостем и в епархиальном управлении. Уговаривал и наедине увещевал знакомых батюшек. Обновление, оживление приходской жизни, безбоязненное и свободное общение священника с прихожанами. Введение более строгой церковной дисциплины. И главное, усиление евангельской проповеди. Вот на что были направлены его усилия. Результаты, как ни трудно догадаться, были весьма разные. От самых внутренних и глубоких. Включая всенародное покаяние двух священников перед их паствой. До таких вот, скорее комических. Гюм. Опять Игнат пришел. Придется проповедь говорить. А то ведь накапает владыки. Вздыхает местный батюшка, отодвигая пальцем завесу и с недоувольствием, взирая сквозь завитушки царских врат на слишком хорошо знакомое бородатое лицо в толпе прихожан. Но что до того, как бы не проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Так ведь говорил когда-то другой неутомимый миссионер, во многом послуживший образцом для Златоуста со второй строительной. Как окрестили Лапкина в статье «Алтайской правдой» филиппийцам 1 глава 18 стих. А почему, собственно, Златоуст? Не только корреспонденту пришла в голову эта действительно небезосновательная аналогия. Впервые ярлык секты златоустовцев налепил на друзей Игнатия настоятель Барнаульского храма. Дело в том, что издательская деятельность Лапкина, которая затем привела его в Барнаульскую тюрьму и в Жанатас, начиналась как раз с записи всех творений святого Иоанна Златоуста в русском переводе на 62 магнитофонных катушках, около 600 часов звучания. Замысел был таков. Во-первых, лучшего способа размножения религиозной литературы в провинции не найти. Пишущая машинка – это очень малая скорость, дороговизна, полуслепые экземпляры и неизбежные опечатки. Во-вторых, не все умеют читать. Да-да, православные бабушки в Сибири. Не все могут много читать слабое зрение, особенно у пожилых. Не все, наконец, любят читать, не все приучены. А кто же откажется сесть поудобнее, нажать кнопку, закрыть глаза и слушать, да не кого-нибудь, а Иоанна Златоуста? Или, что мешает слушать проповеди и житья за повседневной домашней работой? В-третьих, когда человек читает книгу, он обычно один, а вокруг магнитофона, как бы сам с собой, возникает кружок слушателей. Почему бы не пригласить еще соседей? И вот деревенские посиделки превращаются в прослушивание. Успех магнитофонизации стал превосходить все первоначальные ожидания ее изобретателя. За кассетами стали приезжать издалека. Просили их отовсюду, знакомые, знакомые знакомых и просто прослышавшие. Архиереи, священники, монахи, причетники, имиряне, молодые и старые, православные и неправославные. Образовалась очередь. Находились и те, кто говорил, за любые деньги. Но в этом отношении Игнатий безоскоризненной строгостью держался правило, принятого как обет в самом начале. Весь труд только ради Господа. Абсолютно бескорыстно, ни копейки себе. Более того, неимущим вкладчину приобретали магнитофоны, тоже для общего пользования. Бесплатно давали записи. Магнитофонизация началась со Златоуста, но им, конечно, не ограничилось. Начитаны и размножены были Библии, Жития святых с I по XIX века, Добротолюбие, Лествица, Исповедь блаженного Августина, О подражании Христу, Фомы Кемпийского, Книги проповедей отца Дмитрия Дудко, Исторический путь православия отца Шмемана, Апологические книги баптистского автора Рогозина. В 1986 году полная каталогизированная фонотека Лапкинской записи составлял около 200 кассет. Это более чем на два месяца непрерывного звучания. Игнатий, как, впрочем, и Златоуст, не смог ограничиться чисто религиозной тематикой. Наговорил он и архипелаг ГУЛАГ, с собственным послесловием, и посланием патриарха Тихона. Собрал и размножил записи своих бесед с верующими, включавшие их воспоминания о годах репрессий. Писал стихи, в том числе и провождя мирового пролетариата, как будет позднее сказано в следственном деле. В круг интересов Лапкина входили вообще очень разные темы, в частности и такие, которые мне весьма несимпатичны. Так, в 1978-1979 годах он размножил кассеты «Тайна беззакония в действии», в основу которых были положены апокалиптически интерпретированные протоколы сионских мудрецов. «Ах, не хотелось бы мне и говорить об этом теперь, но придется, а то уж и вовсе я перейду в жанр житья или акафиста». Всем этим Игнатий занимался, не таясь по справедливости, не видя в своих делах ничего преступного. Последствия заставили себя ждать, пожалуй, дольше, чем можно было бы подумать. Однако в мае 1980 года он был арестован и пробыл до октября под следствием по статье 191, а потом был внезапно освобожден после того, как подписал заявление, что больше не будет размножать произведение политического характера. В справке, с которой он вышел из тюрьмы в графе «Причина освобождения» было написано ввиду переменившейся обстановки. При этом представитель КГБ сказал, что против чистой религиозной деятельности Лапкина никаких возражений не имеется. Златоуста своего размножай хоть мешками. Почти всю фонотеку, изъятую при обыске, в тот раз вернули, кроме, конечно, архипелага, и еще некоторых вещей. За последующие пять лет Игнатий еще улучшил свою техническую базу и действительно размножил не один мешок магнитофонных пленок. Это был и Златоуст с другими прежними записями. И проповеди полюбившегося Игнатию Стокгольмского радиопроповедника Ярсопейсти. Новые книги Дудко. Труды отца Григория Диченко. Трагедия русской церкви Регельсона. Свою подборку житей он завершил, включив в нее материалы о новомучениках, известную сами сдать и книгу «Отец Арсений» и другое. Слово данное в тюрьме держал, но видная обстановка вновь переменилась. И 9 января 1986 года Игнатия опять арестовали. В тот же день во многих городах страны прошли обыски. Более чем у 30 человек были взяты многочисленные катушки с записями. Златоустца со всеми прочим вновь упаковали в мешки с печатями. Мы опускаем заключительную часть очерка. О последующих событиях читатели узнают от самого Игнатия Лапкина. Николай Балашов. Москва. Август 1988 года. Игнатий Ильич. Ну вот. Благодаря Богу. А то много рассказывать, что ты пропустишь еще. Я возьму из этой книги и немного фотографии покажу. Родился я 10 июня 1939 года. Поселок Карповский. Это конзавод номер 140. Тюменцевский район Алтайского края. Там был совхоз. А родители наши были в колхозе. Поселок Потеряевка. Мамовский район теперь. За 35 километров. А между ними еще 10 километров бором. Это потом придется мне еще пояснить, для чего я это сказал. С детства своего запомнилось одно. Более ярко. Как мой отец вернулся с фронта. Вот это я очень хорошо помню. Когда началась война, ну я с 1939, мне 20 с лишним годом было уже. Дядя меня брали, такое смутное, смутное. Кто-то меня на руках поднимал и подбрасывал. Это мои мамы, три брата. Макар, Филарет и Эммануил Чунаревы. Там 19 лет, даже 22. И там лет 21 было. Почти погодки были. Три брата. Бригадирами были. Всех забрали. И все артиллеристами погибли на фронте. Поэтому я жил, здесь ехать ни с какой стороны не было. Но вспоминается с детства такое, что у матери была дома книга такая с толстыми корками. Псалтырь. А брат-то на 5 лет старше меня, он уже в школу пошел. И помню, мы на печке сидим на русской, он книгу оттуда достал. А поля широкие были. Ну, показать, например, вот такие поля. И он на них рисует лесенку и растопыренные пальцы. И мы вдвоем всем лезем по лесенке. Я потом эту книгу уже рассматривал. И все думал, долезем мы или не долезем до неба-то. И помню, внизу стоял большой сундук. Ну, ящик такой всегда раньше делали. Кованый. Какие-то там тряпки лежали или дрова. И заходит какой-то дядька. Я не знал, что он с одной рукой. И он на меня, значит, глянул. Потом, о, какой ты большой-то стал. А отцу оторвало руку и после вернулся почти под самое плечо. Левой руки не было. Он самый первый. Это Черный, 41-й год. Под Доргобушем он все этот город поминал. Где он там город? На Украине, видать. В Белоруссии. Ну, а я от него бежать на печку забрался и спрятался. Вот это мой первый партизанский поход был. На печку от отца родного. А когда уже было мне 4 года больше, родители жили, домой меня, видно, возили по Теряевку. У них хлеб черный был. А у дедушки в совхозе. Там же деньги давали, продавали хлеб. И я привык уже к беглому хлебу. Вот тебе и коммунизм. Тут все можно соединить. Ребенок и понимает. За мной отец приехал, я домой не поеду. Почему? У них хлеб черный, как земля. Помню, повез, когда меня дедушка домой. Дедушка был высокого роста такой. Он первую германскую всю прошел. И навстречу встретился другой дед около озера. И он на кукане, на прутике две рыбы нес. Одна большая, другая маленькая. И они вплотную. Я так подумал, что они такие рыбы, такие есть. Вот полторы рыбы, такие плавают. Что значит в ребенка заложить что-то надо? Почему Лев Толстой говорил, что во мне есть, это 80 с лишним лет было. Половина из этого я получил до 4-летнего возраста. Как нужно быть внимательным к детям? Ни одного лишнего слова не сказать. Быть серьезными. Я это все потом буду разбавлять еще. Потому что я начальник детского лагеря, 40 лет, основатель его. Православный детский трудовой лагерь стану в честь священномученика Климента Анкирского. Климента Анкирского. 6 февраля память его по новому стилю. Дома ребятишки, если у нас в семье было 12 ребятишек. 12. Это получается у нас 7 братьев и 5 сестер. Но двое в раннем возрасте умерли, а 10 выросли. Об отце сказать нужно. Тихон Дмитриевич, он с мамой вместе, Мария Егорова, не кончили ни одного класса. Но у отца память была феноменальнейшая. Я как-то написал комсовольскую правду. Там такой про природу пишет Песков Василий Михайлович. И он говорит, мы эти материалы обязательно постараемся публиковать. Потому что связано со скотиной. Отец знал на всей деревне, какая скотина, какой гусь на память. Когда вещь какая гулялась, то есть покрылась, осеменилась. Когда она должна объягнеться, от какого она произошла, до какого колена. Он не умеет писать это все, знал наизусть. Видимо, что-то бывает так, что от родителей передается детям. Я этого не знал, что мне дана такая память. Может быть, и какая у отца. Но мне сильно хотелось учиться. В школу брали с 7 лет. Я вожусь все время с ребятишками дома. До того мне это надоело водиться. Вот охота поиграть, а они орут. Надо пеленки стирать, кашей кормить. Прямо не знаю. Но я выставил шибко, называется, нижнее окошечко. И задом туда спущусь. Пойду веник наломаю. Там трава растет. В избе надо подмести. Я 6 лет не помню было. И никогда никого не запущу. Мать сказала, не пускать. Как сейчас помню. Она сказала, придет тетка, Пелагея, отцова родная сестра. Так ты ей открой дверь. Она зайдет, хлеб вытащит. Хлеб на поду в печи лежит. Ну а пошла, тетка-то, Пелагея, нет. Встретила другую тетку, отцова, брата, жена, Анастасия. Она говорит, ади хлеб вытащи. Она подошла, я говорю, нет. Мне 6 лет. Да я ее знаю, она через дом живет. Мама сказала, Пелагею запустить. И не в жизни запущу. Вот это вот в человеке где-то с детства закладывается. И она через окно, через шибку, давай командовать. Ты бери лопату деревянную, открой заслонку. Подсовывай под хлеб. Тащи на себя. И она мной руководила, я хлеб весь повытаскал. Но ее не запустил. Так вот, в эту шибку я вылез. А у нас деревня как бы пополам разбивалась. На той стороне, на грани, чуть подальше была школа. А на нашей стороне магазин был. И что дальше, вот половина деревни, я никогда не знал. Только с отцом, когда прогоним коров. Он пастухом был утром. Ну обычно утром отец один догоняет до сюда. А вечером он сам прогонит. Я не знал, где школа. И вот первый день я пошел. И не дошел, несколько шагов. Дети крещат, а видимо урок был. Там что-то они хором пели. И я не зашел. Вернулся домой. Но уже поход состоялся. На завтра я ребятишек накормил. Положил спать. И в школу. Учительница у меня тогда была там Блатова Мария Ивановна. Дочка председателя колхоза. Ну а она с другими-то учениками там возится что-то. А мне дала сказать. Какие буквы ты знаешь? А я ее уже шпарю там дальше считаю. Я до школы, до шести лет уже газеты считал. А как? У меня брат был старше. Он на пять лет его Самуил звать. И вот он что-нибудь учит. А я лезу охота. Он буквы не говорит какие. А я с той стороны лезу. Он вот так мне полбушь шелкнет. Это буква А. Я А уже запомнил. Теперь как буквы складывать? Ну и получилось так, что он на пять лет старше. Он стал потом отставать. Но отец мне купил букварь. Пошел у какой-то старой учительницы. За ведро или за два ведра картошки купил его. Ну я его прошел. Пока учительница обернулась. Я уже там страницу 15 прочитал. Ну а на завтра-то мои родители узнали. Няньку-то потеряли. Они тогда меня больше в школу не пустили. Но я благодарю Бога, что у меня всю жизнь встречались добрые люди. Вот Мария Ивановна, она высокая ростом, такая статная была. Я просто любил ее. И она пришла и моих родителей как-то сумела уговорить, что вы неграмотные. Сейчас времена другие. Надо ребенку учиться. Ну придет 7 лет. Им главное, чтобы год еще порой. Я с нянькой был. Пестуном. Ну и меня отпустили в школу. Учиться было легко, свободно. У меня особенно любимая была математика. Я первый сделаю, а можно было из класса выходить. А я ничего так не любил, как птиц. Вот эта орнитология во мне сохранилась. Это все в ребенке закладывается. И я в лес убегу, и там я с птицами. И ловил, и было все такое. Но когда я пас с отцом на поле, мать готовит что-то, отнести отцу надо. Он далеко пасет. Это сейчас ленивые. Полдня пасут, полдня другие. Я даже такого не слыхал. У нас было как? По снегу еще снег совсем не сойдет. Едва трава появилась. Выгоняет отец колхозное стадо, коров или овец. И пока снег не покроет землю. Ни одного выходного нет. И как-то мы считали, что это все нормально было. И вот я приду, а отец с фронта был контуженный, порыженный. Ему не важно было, слушает. Нет, он рассказывает, как были люди. Видим, какая-то ямка. Он говорит, вот здесь жили Редкины, а вот здесь Шахурины. Я говорю, а где тятя? Мы звали. А отец рассказывает, вот пришли люди, да так оглянется, чтобы никто не видел. Аглоеды. Нехорошие люди. Это из нашей же деревни были. А они с коммунистами знались. И все отняли у них, отобрали. И как отобрали? Ну как отняли и все. А они куда? А людей этих арестовали и отослали. Это раскулачивание. 29-й год. Еще 10 лет до моего рождения. Отец-то ничего не знает. А во мне совершался внутренний переход, как бы отец в меня переходил. Я сзади лежу. У него плащица такой брезентовый. И я слушаю его и плачу. А мне там 5-6-7 лет. Как же они посмели этих людей тронуть? Я вижу, как много гусей у них, овцы. И вдруг приходят люди, они мне казались какими-то не такими, не добрыми. Вот я вырасту, я им отомщу. А кого отомщу, когда никого нет? Он этого не понимал. Отец говорил, коммунисты. Это все коммунисты. У отца интересная была такая, когда увидел, что он политика, что хорошо живут коммунисты, он думал, я в очереди тоже буду коммунистом, а коммунистов не любил. А я думал, вот вырасту, я им отомщу. Этой целью стать террористом я пропитался с 5 лет. А для этого что нужно? Хорошо владеть ножом, лазить, нырять, ружья надо иметь. Я все это добыл. Я был добытчик. Знал это все. Сусликов ловил. Один день, помню, 70 штук поймал. Их надо ободрать, просушить и за 20 километров за год жив сырье отнести. И тебе дадут за него первый сорт 3 копейки, второй 5,4 десятых и третий первый сорт 6 копеек. А велосипед купить это 70 рублей там или 120 сейчас. Нет, это 120 это уже эмалированные были обода. И мне надо это все было самому добывать. У родителей денег нету. А учиться в школе только 4 класса, а потом в село Корчино. Там тоже было 4 класса. Ну вот я туда переехал, перешел учиться. И стало 5 классов. Я перешел в 6, там сделали 6 классов. И так до 10 класса, там прибавляли классы. Вот в моей биографии было то, что я сегодня уже на исходе жизни, когда уже за бугор 70 лет перешел, мне 73 года. То, что я называю избранием Божьим. Избрание мое совершилось Богом в утробе матери, как говорит Давыд. У меня всегда было такое чувство, что я работаю не на полноту. Я должен лучше сделать. Помню тогда никаких там пестицидов не употребляли. А пшеницу надо было полоть. И там осод растет, он руки колет. Особенно если на жаре подсохло. Иголочки в пальцах остаются где-то. По пальцу кровь течет. И я работал на жаре. У меня конопушки были. И нос почему-то слабый был, обгорал. Я репьем еще помню, закрывал. И я старался столько сделать, чтобы не только то, что учительница похвалит. Она с нами вместе была. А то, что сорняки надо было с ним обороться. И как-то не было, чтобы пригляд. Смотрят, делают, не смотрят, не делают. У нас этого не было. Я делаю и делаю. Мама говорила, что есть Бог. И есть рай, и есть ад. И она такую фразу повторяла. Бог сказал, терплю до конца, а буду мучить без конца. Потом, когда в руки мне попала вот эта Библия. Святая Библия. Вот у ней на корочке написано. Святая Библия. Видите как. Какой это специальный такой нам. Такой экземпляр сделали. Патриаршая Библия. Вот. Она у нас на налое лежит. Я ее принес, чтобы похвалиться. Показать. Потом я нашел, что это в разрозненном состоянии находится. Терплю до конца. То есть, долготерпению Божий придет конец. И будет суд Божий. А там есть ад и мучения. У матери была книга о дедушке. Лицевая называется. Лицевая. То есть, с фотографиями. Как грешники мучаются. И мать говорила, вот этот человек плясал. В аду будет плясать на огненных гвоздях. Этого мне было достаточно. Больше я никогда не плясал. Она говорила, вот этот вот, кто матерится, ругается, за язык подвешенный. Там крюк и язык. И я за всю жизнь ни о том матерка не сказал. Никакого научения не было. Мать сказала, нельзя воровать там. Нельзя вот то-то делать там. Блудить с женщинами. Меня Бог сохранил от этого. Потому что мозги ничто так не дырявит, не отнимает, как блудная жизнь. Люди некоторые не понимают этого. Вот на бракососочетание. Знается с женщинами. А они все пустоголовые. Вот у отца, у отца говорю, у Льва Николаевича Толстого об этом написано. Когда он какого-то парня встретил, рослого, красивого русского парня. Тот говорит, меня рекрутируют, в армию берут. А я спросил его, а ты женщин не знал? Он сказал, нет. То есть в такой старорежимной семье. Лев Толстой говорит, я слабый стал на глаза, я сразу прослезился. Как это важно, сохранить молодежь? Потому что та, которая курит, это явно, что у них же не девушка. И если сюда придут мусульмане, они нас просто одним махом признают всех негодными. По сравнению с ними мы никто. У нас 100 развратностей, у них 0. Сравнивать не с чем. А 0 с любой цифрой бесконечная разница. И вот это мать говорила. И нельзя в школе пить. Почему нельзя? Мы из старообрядцев, беспоповцев, кержаков, родителей. Но мы это не знали, потом мы знали. Но обзывали кержаки. Что должно быть священство, есть Библия. Нет, я этого не знал. Но мне сказали, что Христос это сын Марии. А что он сын Божий, я этого не знал. Я считал, Мария это выше, а сын, ну сын-то после матери, ниже. А распяли его иудеи, евреи. О, значит коммунистам, мне надо еще при 10 евреев убивать. Это я все у себя в мозгах откладывал. Никому это было неизвестно. Но я был очень внимательный к слышанному. Как сейчас помню, какая-то тетка приехала, а мне уже, я большой был, уже лет 6 было. И она стояла с моей мамой в сенках и говорит, тебе, Мария, хорошо. У тебя ребята растут. А у меня девчонки растут. Сколько на них надо одежи? А у тебя что, штанишки-то ходят, он без рубахи, бегают. Мы первые, это все ребята, а потом девчата у нас пошли. Я не знал, как это на девчонках и больше. Но я вышел и радостный такой, я мальчишка. То есть я был готовый еврей. Все у меня было. Я благодарю Бога, что я родился не девчонкой. Эти молитвы сами во мне складывались. У Бога все это было выберено. Как помню, сейчас я шел к отцу, весной горели где-то далеко леса, и такая дымка стояла. На душе было очень тревожно. Я нес обед. Видимо, уже больше 6 лет мне было. Один за 6 километров по степи. И вдруг я услышал гул в земле, как сейчас помню. И я упал на землю и стал слушать. И вот как сейчас помню, может что-то не так, но так сложилось во мне. Что будто бы я услышал, как витамины бегут по корешкам растений, и как все это зеленеет на земле. Я все время размышлял о Боге, о вечности. И я знал, что мне гореть в аду. Вот иногда люди сегодня приходят в церковь, свечку затеплил, поставил, ну и все, вера этим окончилась. А дальше живут как. Я не делал, что люди делают. Я не был, как они такие, вот совсем не признают, там насмехаются, пакости делают. У меня этого не было. Я жил в страхе Божьем, но я знал мне быть в аду. Моя совесть меня не обманывала. Вот что самое важное. А сегодня, ну кто бы ни был в церковь идут, деньги пожертвовали, там машину подарили кому-то, там священнику или архиерею, и уже они гоголем ходят. У меня все время внутри горело желание научиться по канону за едино умершего. Что тетя умрет или мама, я буду молиться, и этой молитвой я как-то помогу им там. Потому что они мои родители. А за тебя, за меня некому молиться. Я в аду буду гореть. И душа моя все время ощущала это огненное дыхание ада, отступничество. А когда уже научился считать, и поехал я в Барнаул учиться-то. А учиться как? Три рубля два тридцать билет стоило от разъезда подстепной до Барнаула. Мать дала три рубля. Все, вот теперь иди живи. А как питаться, чем и никого не касалось. Денег нету. Ну, с собой я взял там хлеба. На зиму они давали мне два гуся щипаных. Я их по спичечному коробочку так померяю. И на всю зиму мне хватало. И вот как я оказался потом после школы. Закончил 10 классов. Это просто такие как бы мелочи. Но мне Бог открыл однажды небо. Это было примерно в шестом классе. Я шел к школе утром рано. Темнота была большая. Вдруг я запнулся. И вдруг вижу свет. Я поднял голову, вижу такое розовое, вот как вот эта вот корочка. Небо распахнулось, как створки. От горизонта до горизонта распахнулось. И потом, а я лежу на животе, оно медленно-медленно стало сходиться. Я ничего больше не видел. Я испугался и никому не сказал. Но когда вернулся я домой в субботу, зимой-то было. А мама моя и говорит. У нас еще было чудо-то какое. Тетка Палагея, от отцова сестра. Она ходила за жеребцами. И она видела, утром шла, как небо раскрылось. Я говорю, а как? Так вот так, мать говорит, как ножом разрезанное. И вот как красная материя посередке. А я говорю, мама, я это тоже видел. А в какое время видел? Она сказала, утром рано. Я утром рано шел. То есть это была не выдумка, не плод фантазии какой-то. А зачем это было? Я ничего не видел. Но небо раскрылось и показалось. То есть Бог заложил во мне еще большую тоску. Что-то есть, а ты не знаешь. И когда уже приехал я в Барнаул, пошел в сельскохозяйственный институт, сдал экзамены. А учиться-то пять лет. Мне надо думать о меньших братьях и сестрах. Как их кормить? Помогать родителям надо. Пошел за водой у хозяйки. А там слышу две говорят. Одна говорит, мой сын поступил в строительный техникум. Там учиться два с половиной года. На базе десяти классов. А у меня десять классов. Я спросил, а где он такой? Они сказали, да вот недалеко здесь совсем техникум. А сельскохозяйственник далеко был. Я на утро пошел туда, меня эти документы приняли, те экзамены засчитали. Ну, с института в техникум, видимо, это можно делать. И я поступил. Закончил строительный техникум по промышленному гражданскому строительству. Это было в 59-м году. Перед этим много было, что увлекался там шахматами. Поступил в секцию стрельбы, бокса. И у меня цель была одна. Та все еще цель была. Мстить. А дома было несколько оружий. Я непрерывно добывал, покупал. Набивал патроны и стрелял одной рукой. Пистолета-то нет. Одной рукой на велосипеде я мог у любого воробья снять. Но что интересно. Ходил охотиться на уток, куропаток. И ни одной за всю жизнь не убил. Я любил наблюдать за птицами. С ружьем подкрался. Они меня не видят. То есть я мог бы ни одной не убил. Я забывал, зачем я туда пришел. Поэтому я знал, наверное, десятки гнезд каждой птицы. Первая книга, которую я купил, была книга о птицах. Страниц 560, так примерно помню. Большая книга. Как по следам, по крыльям, по полету, по крику определять. Некоторых птиц у нас не было. Спустя 30 лет впервые я эту птицу услышал ночью. Я определил, кто она такая. И я ее поймал. Воробьиный сыщик. Ну, это просто сказать к тому, что надо научиться в ребенке это все подмечать. Чем он интересуется. Ну, мне дал Бог это счастье, самому над собой трудиться. Все спортивные инструменты, турники, лазить, кувыркаться, плавать, нырять. И вся деревня, ребятишки у меня конгатились. В футбол это все только у меня было. Я готовил себе команду из домашних. Я знал, как отомстить. Узнать, о ком больше всего жалоб. Уничтожить, близко не подходить. Летом сплю в саду у себя. Под головой нож. Ружье рядом с собакой. Жильем не дамся. Начинался про Рахметова себя резать, колоть. Это все себя испытывал, делал. А у Бога было другое намечено. И теперь, когда я уже обучился в техникуме, в это время моя мечта стала подвигаться ближе. Я понял, я теперь могу достать настоящее ружье. И может даже что-то сам сделать. Ну, когда кончил, направили работать в строго режимный лагерь Иркутской области, село Плишкино. Нынче я туда съездил и отблагодарил, что я там был живой и остался. Все книги, 38 книг, подарил в это СИЗО. Ну, она не СИЗО, а лагерь тогда строго режимный был. Мужской и женский. И вот что интересно. У меня все время в жизни было недовольство самим собой. Вот это и есть вникать в самого себя. Помню, я уже работал над проектом дипломным. И в это время я очень много читал. В шестом классе я Войну и мир уже там все это прочитал. И там на французском языке, говорят, а у нас в школе иностранного языка не было. Учитель умер в пятом классе еще и учился. Просто не было. И тройку поставили, и все. И я в техникуме спросил, почему тут все написано так, а у нас никто не может, я спрашивал, никто не знает языка. А ты возьми да выучи. Вот эти слова мне нельзя было говорить. Я очень не люблю этого. Есть такой отец Сергий, у Льва Толстого, и он говорит, во всем желал быть первым. У меня, я не понимал это первым, я просто знал, что я должен это знать. Крещу я пошел к соседке, узнал девчонка учиться, достал учебник за пятый класс, и за шесть месяцев, я уже разговаривал по-немецки, читал газеты и выступал у немцев. Шесть месяцев самостоятельно. То есть я не знал, что у меня это есть. Это надо с чем-то толкнуть было, побудить. Вот это, что сейчас записываем, это добрый человек, мне сегодня на мой форум, он работает тут, и говорит, свою биографию дайте, потому что читать люди не привыкли, а вот такое, это кнопочку нажать, посмотрят. Нужно, не нужно, я не знаю. Просто я привык слушаться. И вот проходит какое-то время, и вскоре отправляют меня работать в этот лагерь старой вержины, а там одна немка была, она вышла за советского офицера, видимо проторговалась, ее посадили, и я с ней все время встречался. И она мне преподала вот самый настоящий Hochdeutsch, это немецкий язык, ну настоящий, не какой-то платdeutsch, без всяких этих переходов, чтобы прямо считать газеты и прочее. Вот. И меня призвали в армию. Люди как-то сегодня говорят, откосить надо уйти, мы тогда не знали это, 59-й год. Когда я пешком пришел в Иркутск, в военкомат, я готов был военкома обнять. Меня в армию призывают. Я полгода проработал прорабом, 7 месяцев, ни одного выходного, и каждый день 2 смены. А я желторотый, ничего не знаю. Каждому нужно минимум 102%. 102% это один день засчитывается за 2, 121% один день за 3 засчитывается. А он не сделал. Мне надо обеспечить. У меня 250 человек, 6 объектов. А я желторотый, неполный 20 лет, я ничего не видал. Я ничего не знаю. Поэтому в армии, где-то я не знаю, месяца 2 не прошло, я на 11 килограмм поправился. В учебке, когда гоняют, попал в морфлот, подводный флот, ну это длинное, потом в ракетной части, при мне образовывались, со всех родов войск набирали, у кого 10 классов и выше. Тогда как-то с институтами почти никого и не было у нас. И в армии, я уже занялся английским языком, также за 6 месяцев вышел, потом французским, я много на 7 языках занимался. Теперь вижу, мне этого ничего не надо было. Но уже появились книги, не книги даже, толстые как брошюры, Александра Александровича Осипова. Это был профессор Ленинградской духовной семинарии Академии, завербованный щекистами, теперь это все пишут. И он открыто выступил. Его книги я доставал, эти брошюры, по 2 экземпляра. И где он нападает на что-то, там какие-то цифры стоят, это глава стих, но я не знал, что это Библия, глава стих. И что из Библии, то не говорил. Но он брал выражение, по-честному, а потом опровергал. Но я-то не знаю. Но я считаю это, я уже анализом ума своего понимал, он их опровергнуть не может. Что-то за этими словами есть большее, чем там написано. А так как бывает, стоя с другой стороны попадал в божество, я вырезал стоя с другой стороны, чтобы, ну из другой книги, то если я вырежу, так на другой-то нельзя с стороны. И потом склеивал, у меня получалась книжка верующая. И когда сегодня люди не понимают этого, не ценят Слово Божие, они не знают, что такое духовный голод. И в это время в армии, помню, показали фильм отверженный Викторой Гюго. Жанна Вальжана играет Жан Гебен. Я смотрел после нескольких экранизаций, даже смотреть точно. Это никуда не годится. Иногда говорят, ну это вы первый фильм посмотрели, поэтому у вас наложил отпечаток. Ничего подобного. Я идиот, смотрел ни одну экранизацию. Но лучше, чем Евгений Миронов, никто не сыграл. Именно я полюбил последнюю, причем она в соответствии действительности. Я как бы бунтовал против того, что есть. Однажды я прочитал, говорят, человек использует не более 4-5%, а иные, говорят, даже 3% потенциала своего, что в нем заложено. А остальное не востребовано. Как так? Вот с этим я не согласен. И поэтому я всегда брал барьер намного выше планку, чем вокруг меня окружающие люди. Это нельзя так жить. Я однажды подсчитал, что один человек, там, Исаак Ютон, спал 3 часа. А почему я сплю больше? Все. Я довел свой сон 2,5 часа. Больше не спать. Постепенно дошел до этого уровня и нормально высыпался. Или Заров так спал. Считаем, Леонардо да Винчи, но это надо спать урывками. Я проспал, допустим, час, а потом работаю. Проспал не час, а там, сколько-то минут, 25 минут. А через 3 часа снова. Ну и в общей сложности так получается. Вот в армии, когда я посмотрел этот фильм, и там главная фраза была «Спасти не жизнь свою, но душу». Я около 7 раз книгу дошел, прочитал, фильм несколько раз посмотрел и стал говорить «Живем мы неправильно, неправильно живем, так жить нельзя». Но мне еще качество Бог дал, это совесть. Я не знаю, мне 73 года, но думаю, что я ни разу в жизни не солгал. Не только матершиного слова не сказал, умышленно. Хотя солгал, я только сегодня заметил, что я солгал. Сегодня я читал, вот здесь написано «Александр Второй», а я слепой, плохой свет, и я сказал «Александр Первый». Ну ладно, я еще показывал заснято, видно, что Александр Второй, и кто-то засмеется, скажет, что он считает, двойку от одиницы. Да я не видел. Кроме того, что я плохо слышу, у меня физическое повреждение, перепонок. Но мне это как раз. И вот заметили, что я стал молиться. А в армии молиться было непросто. И еще что, вот когда я маленький был, вот брат старший, он что-то соврет, а я не могу этого сказать. Меня спрашивать, я сказать не могу, а я его очень любил. Он мастер был, все мог делать. Ну такие там, мне нужно лыжи сделать, а я ничего не умел делать. Я его любил, не выскажешь как. Он мне деньги выманывал, говорит, я в армию пойду заработаю. А я не знал, что в армии деньги не дают. Но я его любил просто. И вот, вот это вот, не восприятие лжи, а оно косналось меня. Мать смотрит на меня, а я стою, у меня слезы текут. Почему? Он маму обманывает. Помню, алябушки делали, называли сырщики, это творог со сметаной. И мать выносила в сене, потому что пост, рождественники трогать нельзя, а брат идет, подцепит и съест. А мать не знала, видимо, крысы появились, опять стащили. Может, она так говорила с юмором, а я знаю, что брат утащил при мне, а сказать никак нельзя. Это мой любимый брат. А если меня допрашивали, начинают, а ты не знаешь, кто это взял? А брат спросил, нет, я не брал. А на мать смотрит, у меня опять слезы текут. Они определяли, что он врет. И вот это сохранилось на всю жизнь. Почему я православный? Православие не терпит лжи. Вот это во мне было заложено. Я потом поясню, это все отдельные темы. И меня загребли в психиатрию первый раз, потому что вышел какое-то там тайное постановление, теперь называется злоупотребление советской психиатрии. Когда Никита Сергеевич Хрущев сказал, у нас нет политзаключенных, есть душевно больные. Тогда генерала Петра Григоренко взяли, вот этот, пишет Никипелов, институт дураков по Слифосовскому там. Вот. И меня упекли в 333-й военный госпиталь Хабаровский. А служил в это время я уже в Николаевске-на-Амуре. Хотя учебку проходил во Владивостоке, а первоначально служил на Камчатке. Это все опыт жизненный был. Нынче я поехал туда, достиг этого госпиталя и приложил все силы, чтобы эти книги подарить в госпиталь им. Но была неудача, потому что воскресенье и это военный все-таки госпиталь. А обратно ехать не было времени заехать. Где я был, где я коснулся чего, мои друзья были. Я старался везде подарить библиотеке вот эти книги. Теперь, когда меня освободили, освободили, можно сказать, трагически. Так как я говорил и говорил открыто. Я говорил, я кончил институт международных отношений. В это время нужно было итальянским языком заниматься уже. Я выйду за границу. Мне сказали, никуда ты не выйдешь. Я не знал, как они могут за мной сидеть. А они поставили там особая статья в военном билете, что я такой-то. А за этой статьей там уже прочитывалось, кому надо. Я этого еще долго не знал. И когда последний раз меня уже надо было домой отпускать, отец инвалид войны, он пришел, ходатайствовал и меня из психиатрии этой выпустили. Но напоследок еще раз сделали укол. А уколы такие, тебя опрокидывают, руки там закручивают, мне руки сейчас еще не поднимаются уже, полста лет назад было. И втыкают что-то, там висит три литра жидкости и в тебя это вгоняет, все раздувается. А вы его привезете через неделю. А если бы я выпил, хотя бы стакан водки или что-то, сразу привезли. Но во мне внутри был огонь. Я устроился возить в село с зимой на больших санях, едешь километров пять, потом обратно едешь оттуда. И приезжал я тогда, и лед, молоко держит в себе холод и жар. Бетончик стоит, я молоко долбил его и с этой шугой со льдом пил. Вот такой во мне был огонь. Это, наверное, полгода держалось. А потом отошло. И вот я уехал в Латвию, стал искать, куда поехать. Ну, а куда поехать, я не знаю. Но в армии у нас служили латыши. Это люди, как на подбор все, эстонцы, литовцы, хорошие, высокие, рослые, трудолюбивые. Я туда поехал. Приехал в Латвию, вот я об этом в прошлый раз говорил, что русские ведут себя неправильно. Спрашиваю, сколько лет живете? 18 лет. Ни языка не знают, ни уважения к традициям того народа, ни к культуре его. Я сразу, еще не доезжая до Риги, дорогой, постарался с латышами рядом сесть и стал спрашивать слова. Через три месяца я уже с ними разговаривал. В латышскую бригаду пошел. В это время я решил поступить в мореходное училище и вернуться опять к своей специальности. Ну, сдал экзамены. Экзамены все сдал так, что без конкурса прошел. 14 человек был конкурс. Добился разрешения сдать, добивался разрешения сдать три курса за один год по выбору комиссии на английском, немецком или французском. Я даже не знал, что это мне требуется и даст. А надо было проходить комиссию, а комиссию-то я не пройду, военный билет. Но в одном месте меня в Лейпайе как-то просмотрели. И теперь, когда нужно, чтобы документ был медицинский, я еду туда, там копию снимают, я так вот как-то обходился. Получилось так, что на одном дне рождения в Латвии были, я, это маленько пораньше, нужно сказать, еще чуть-чуть. И на чем Бог ловит? Вот интересно. Бог знает самые маленькие наши наклонности, таланты, Он их дает, потому что. Я с детства любил старушек. Это мама вложила. У нас были беспризорные бабушки в деревне, и мама всегда готовила на праздник там суп, пироги, и скажет, Игнаша, отнеси такое-то, через всю деревню, я отнесу. Если у меня день рождения, 10 июня, нас так приучили, что ангел-хранитель весь год ждет канула. А канун-то я не знаю, как молиться, а бабушка там на конце деревни, она знает, и я иду к ней с дарами, и вместе с ней молюсь. А сам там 4-5 лет только. И вот это бабушки, это хорошо, они знают, как к Богу прийти. Вот это во мне сохранилось. Я сошел с корабля, в это время на корабле работал город Венсполс. Латвийская СССР тогда была она. И гляжу, идет бабушка, несет сумки, я сразу к ней, бабушка, разреши поднести, сумки тяжелые, взял в руки, дорогой разговариваем. И я говорю, бабушка, у вас есть тут верующие? А какие верующие? Ну, которые в Бога верят. А до кого, говорит, дом стоит. Я гляжу, правда, крест. Но крест как-то не такой, всего 4-х конечных. Это были баптисты. Ну, проводил ее, вернулся сюда, зашел. Зашел, говорит проповедник на латышском языке. Один подошел, мне говорит, вы понимаете, что я говорю? Я говорю, нет. А по-латышски разговариваем. Как же не понимаете? Вы же разговариваете. Я этих слов не знаю. А он мне говорит, так вот дверь выходит, а там русское собрание. Заходите к ним туда. Я зашел, правда, русское собрание, как сейчас помню, у них была большая простынь, и вышита на горной проповедь. Блаженно нищие духом. Я считаю, блаженно нищие духом. Я все знаю. Слово блаженно, я не узнаю, что это такое. Как это? Нищие духом. У меня ни слова эти, ни складываются. Я и по-русски не понимаю. А у меня в кармане билет в кино. Я через... А они стали на колени, баптисты. Я по времени смотрю, надо идти. Я через ноги переступил, и за мной один вышел. Михаил Александрович Еремеев. И он говорит, а кто ты такой? Я сказал, ну вот я работаю матросом. А Бог рыбаков любит. Ну и дал адрес свой. Приходи к нам. Мы верующие. Побеседуем то другое. И когда следующее уже сколько дней прошло, мне на берег можно сходить было. Ну, знамя, лодственский катерок приходит. А у нас корабль на ряде стоит. И я к ним пришел. Понятия никакого не было. Они оба низенькие ростом. А я посмотрел фильм Тучи над Борском. Посмотрите в Ютубе. Про 50-ников. Как они жертву приносят. Я именно так и понимал. Пропаганда что значит. А они низенькие ростом, чернявые такие. И говорят так, думаю, вот тогда попал я. А сам смотрю, табуретка лежит, в случае чего, как по окну дам, я одним махом выбью эту раму-то. Я на улице, и ты меня не поймаешь. А они 50-ники. Тогда власть объединила 50-ников и баптистов. Вместе. С евангельскими христианами еще. Ну вот мы зашли в комнату. И они мне дали черного книга, света книга. Помню, в дерматиновом переплете. Новый завет. Я открываю вначале. Авраам родил Исаака, Исаак родил, да, как мужик родил мужика, но это я знаю, что это не так. Считаю дальше. Наконец, 18-й стих. Оказывается, Дева Мария. Я хотел выписывать, вижу, выписывать нечего. Тут все божественное. Когда они зашли, я уже главу 7, наверное, читал. Ну и как? Я говорю, книжка ваша хорошая. Так это не книжка, это книга божественная. В ней все написано от Бога. Но что интересно, я занимался языками, а они на языках говорят, гласолалия называется. Но они говорят, вот, а ты веришь, что человек может не уча, изучить это, знать языки? А живут в Латвии, а сами ни одного слова можно сказать не знают. Это как? Я уже убедился в этом. Они открывают вторая глава Деяния апостолов. Да как это так? Ни одного дня не учились, нет? Этого быть не может. Я вот испанским занимался, после этого грешенским, сколько, самостоятельно. А потом искал таких людей, чтобы проверить, как я произношение пленки, покупал диски, чтобы произношение совместить. Жить на пределе, как говорят. Но оказалось по-другому. Они говорят, мы сейчас будем молиться, ты будешь с нами молиться? Ну давайте молиться. Ну они встали, руки сложили там, как это, по-своему-то-то. Ну а я как могу, я что знаю, Богородица Дева радуйся, достойно есть всякого истинного. Я кланяюсь в землю, а они-то глаза зажмурили, слышат ветер, а в них бурном ветре языки-то сошли. Они подумали, вот это да, какого духовного брата нашли, что ветер поднялся тут у них, дух сошел. Но потом увидели, что они тогда про себя подумали, они потом рассказали. Мы подумали, сказали, ладно, пусть хоть так молятся. Когда я прочитал молитву слух, ну и что, на колени-то остановись, меня говорят, а я не становился, как на коленях-то. Я поклонился и встал. Я встал на колени, говорят, ну проси своими словами. Я этого не знаю, как своими словами. Ну тебе что-то надо. Ничего мне не надо. Ну что просто, здоровье, богатство, у меня все есть. К богатству я не склонен. Я накоплю денег, себя бабушкам раздавал, домой отстал, у меня денег никогда не было. Я к этому вообще не привязан в жизни был. Ни одного дня. Но, однако это есть. Что-то тебе надо. Ну чего мне надо? У меня здоровье отменное. Я учусь в мореходке, в высшем мореходном училище. Мне ничего не надо. У меня друзей в море. Я такой юморной, заводной, говорят, душа в любой компании. Но пить не пью, не курю, к этому не прикасаясь. Я боюсь Бога. А они перед этим сказали. Вот ты не веришь в одно, а другой не верит в другое. И что тогда останется у нас? Корочки одни. Так я не верю. У меня веры нет. Вот это да. Вот я даже, видишь, не слышу, что у меня звонок. Сейчас только скажу. Так, что ты хотел? Я опять мелодию поставил. Хорошо, хорошо. Благодарю. У нас запись идет. Спаси Христос. А Кенина заболел. У меня хребет. Понял. Понял, помолимся, помолимся. А тебе и ребенки, да? Хорошо. Игорь поехал далеко в командировку и заболела дочь. Сейчас записываемся и тогда дальше. И я понял, стоя на коленях, это было 27 сентября в 17.00 1962 года. Здесь произошла моя встреча как у Савла со Христом на пути в Дамаск. У меня веры нет. И я сказал, Господи, дай мне веру вот в эту книгу, что тут все от Тебя написано. Его книга. Его книга. Вот она, Святая Библия. Вот. Я не верю в нее. И вот то первое ощущение, я его передаю, как оно есть. Когда бывает где-то далеко долго идешь, что в экспедиции по горам тяжелый рюкзак, ты все время наклоняешься. А потом, когда снимешь, тебя какое-то время поинерстно еще давят мускулы вперед. И мне показалось, меня как какой-то груз спал. Я даже качнулся, помню, на молитве. И мне показалось, я не слышал, но в душе, как будто по углам везде пошел такой звук, эхо. Верю, 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 верю. Верю. И вот 50 с лишним лет позади. Я не слышал. Я не видел ни разу ни одного видения. У меня не было. Я к ним заезжал. Я никогда, ни одного дня не жил без крестного знамения и никогда не снимал креста. Ну, он был у меня в армии на лямочке пришитый. Без креста. Вот здесь начался мой путь. Уже через три месяца я уже знал Библию и вышел у них на капитру обописто. Проповедовал. Конечно, они полагали больше на меня, но этого у меня не было. Вот. Как я стал православным вот тут. Там много разных сект. Я со всеми старался познакомиться и литературу их брал и конспектировал. Все журналы, все конспектировал. А так как Бог дал память, я знал столько стихотворений, что однажды как-то рассказывал. Сейчас не могу сказать, но не менее на шести часов подряд мог рассказывать. Поэмы. Я просто как читал. Просто Бог дал память. Я эти книги запоминал и вижу, они противоречат. А где же правда? И вот помню, я как на простом Господь любит человека и дает. Любил бабушек, на бабушке поймал. Любил языки, на языках поймал. И вот здесь я любил рассуждать. И рассуждения были такие. И сея с вами во все дни до скончания века. Я записываю. Во все дни. То есть в первом веке, во втором, в третьем, в любом месяце, в любой неделе, в любом дне, во все дни. Бог был в церкви. Но где, когда их сегодня столько? Я беру атеистическую литературу, считаю. В тринадцатом году было 130 разных направлений сект. А уже в 1930-м более 350. Ну ясное дело, что стремительно увеличится. А сегодня, говорят, около 21 тысячи, якобы. Разных толков, течений, дробятся. Но где? Но что где-то он обязательно Христос? Это да, во все дни. Первый день не надо было искать. Он одна на церковь, если он не с ней, то его нигде и не было. Но где именно сейчас он, в 1962 году? Я сидел на столе, а на столе была клеенка, и такая клеточка. И я подумал, каждая клеточка, это год. Но теперь там 300, вот в этой клеточке. Но где-то там Христос должен быть. С кем? Я так опускаюсь книзу, и опускаюсь до 4 века, там всего только 7. Но еще 7. Я наконец опускаюсь до того времени, когда церковь была одна, единая, каполическая, вселенская. И я понял здесь, если он не там, то его нигде не было. Теперь моя задача найти. Как понимали те люди, которые жили тогда, понимали Священное Писание? Видите, я анализом пришел. А почему? 7.16 пророка Иеремия. Остановитесь в путях ваших. Рассмотрите, где путь добрый, где путь древний. И по нему идите. И вот этим путем Господь меня повел. Я нашел, что этот путь находится в той Вселенской Церкви. Я помню, как наш корабль остановился в Клайпеде, Литовский СССР. Ну, я пошел, куда знал, там была старообрядческая, поморская. Община. И там один дедушка, ну, дедушка какой? Для меня он дедушка, а он на стройке еще работал, окладистая борода. Бороду я уже в армии был с бородой. Борода неприкасаемая. Это я уже знал. Это по убеждению, потому что она у меня красивая, она у меня рыжая, трехсветная. Меня это не касалось. Бог сказал, я подчиняюсь. Вот эта вот военная струнка, она была во мне. Когда меня арестовали, то КГБисты говорили, вот вам бы у нас надо работать было. А не там, где есть. Я строго любил дисциплину. И он меня к себе домой привел. Помню, у него две девушки были. Очень красивые. Русоволосые. Ну, одной там 18 лет, другой, кажется, там 20. Вот. А мне-то уже 23 года. Русые волосы. Длинные косы. Я любил. Просто млел. Увижу косу, я уже, кажется, не знаю, чтобы сказал, какая она хорошая. Хотя я не прикоснусь. И в аниме показали толкование Блаженного Фефилакта. Вот то, что теперь я сам издал. Я тут же сел конспектировать. Они меня не могут за стол посадить. Проходят рядом девушки, что-то пытаются заговорить. Я никого не вижу. Я фанатик. Я все записываю, записываю, потому что корабль наш скоро уходит. Мы уходим в Балтийское море. Мне нужно законспектировать. Я дошел в Матфея, 24 глава, Блаженного Фефилакта. Он ссылается на Златоуста. Для меня была такая потеря. Девушки рядом. Парень 23 года. И даже для меня никакого существования их нет. Я нашел толкование. Это жизнь во Христе. Для меня Павел говорит, жизнь Христос и смерть приобретения. Вот это для меня был эпидеметр. И сегодня, когда я читаю Библию, мне трудно найти место Библии, которое по мне не проехалось бы. Я не просто говорю, а Слово Божие живо и действенно для меня. Я могу на каждый стих рассказывать, показать, как это произошло в моей жизни. Настолько у меня корявая, богатая биография. Дальше я только встречу это уже в Новосибирске, спустя там два года. И теперь я его полностью имею в руках. А потом буду преподавать в разных университетах и все по Блаженному Фефилакту. Я его перепечатываю сокращенно. Издаю, а потом уже издал полностью сам. Вот оно у меня это сокровище. Посмотрите. Я никогда не думал даже во сне, что мне Господь позволит издать Блаженному Фефилакту. необычное вот в чем. В первую очередь как оно издано. Крупным шрифтом. Особо какие эти места я решил усилить. Не священное писание, а толкование, где он говорит о проповеди и о необходимости всем быть на благовестии, изучать Слово Божие. Вот я могу сейчас даже показать, что я сделал как. Я делаю здесь комментарии другим шрифтом и отчерпнутые. Вот она И.Л. Игнатий Лапкин. Посмотри. Там видно как жирным. И дальше комментарии. Комментарии эти бывают из Златоуста, Семена Нового Богослова, Иоанна Кронштадтского, Игнатия Бричанинова. Ну и добавляю какие слова о бедственном положении в православии, в московской патриархии. О бедственном. Беру за основу слова патриарха Кирилла. Два года назад он когда проехал до Дальнего Востока и вот его характеристика. О состоянии церкви. Он говорит духовное состояние тире духовные развалины. Духовные развалины. И поэтому на этих развалинах надо трудиться. Сегодня уже это понимают, что объявлена война церкви и не одним, не двумя человек, а легионы движутся. Все секты, все против православия. Я к этому только добавлю, виновны мы сами. А я там же нахожусь, в православии, поэтому вину никуда не надо от себя отгребать. Начинать надо работать. Начинать работать прямо с сегодняшнего дня. И теперь, когда началась перестройка, я кое-что упустил, потом могу вернуться. Я не знаю, кто был более востребован, чем я. Я просто не знаю. Мне кажется, что больше меня никто в стране, еще в Советском Союзе, там 88-89 год, 91-е годы, никто не проповедовал. Вот это вот у меня на корочке я стою, это я на площади в 91-м году готовиться громить коммунистов. И меня увидели с трибуны, готовили, а площадь вся запружена народом. Ко мне прям милиция, бегом прибежали. Меня под руки и туда на трибуну, высокая трибуна. Я сказал слово, и буквально страсти все утихли. Я проповедовал во всех университетах, институтах, в десятках школ, в воинских частях, в милиции, на заводах, на фабриках, в КГБ, в прокуратурах, в судебных... Ну, мне трудно найти место найти, где бы я ни проповедовал. В СИЗО, в лагерях, в ЛТП. Ну, даже небольшие какие-то такие обслуживающие, соцсопожные мастерские, там пять человек. И даже у них я все равно проповедовал. У меня на сон совсем мало было времени. Горуно за мной приезжает. Полковники едут, машины стоят возле меня. У меня был большой доступ к Евангелиям, к Библиям. Через меня, наверное, вагон прошел. Мы-то волокли сюда, это через Баптистов. Я очень благодарен им. Тогда был СИЗО в такой, в этом, в Афрунзе. И мы там доставали и по себестоимости так и продавали. Это, не знаю, раз в пять дешевле, чем в других местах. Мы доставали дешево и только на дорогу, чтобы оправдать, там несколько рубля-два добавлялось, а то, бывает, так и отдавали. Вот. Когда началась эта перестройка, тогда мы решили, мы же, верующие, должны искать лучшего. Деревня Потеряев, когда я родился, в 1972 году она полностью исчезла. Последний житель уехал. Это было так принято такое, неперспективное деревне закрывать. Насильно никого не выгоняли. А как? Магазин закрывали, школу закрывали, ну, оставались одни инвалиды, перемирали, и любили же. А потом электричество отрезали, поджигали, и деревня исчезала. У меня устаревшие данные, за последние, говорит, 15 лет, это вот несколько лет назад, 17 тысяч сел исчезло. Мы решили, так как все эти годы я с детским лагерем там был, лето проводил, ко мне приезжали там разные представители власти, расспрашивали, беседовали. Мы решили восстановить эту деревню. Мое участие там было небольшое, а главное это брат отец Аким. Он закончил духовную семинарию в Московской Патриархии. Он был в основном в Тюменской, в Омской области, там служил. Ну, а потом они в шестером отошли, когда в русской зарубежной церкви из-за аморального образа жизни одного архиерея, который теперь митрополитом и ушел на покой. И вот здесь, тогда в деревне, пошли беседы, собеседования, приезжали люди. У нас крестят только в полное погружение. Еще в прошлые годы не было канонов. Их ни разу не издавали, правила, книга правил. Я ее на сарково-славянском языке перевел на русский язык, составил симфонию. А потом вот это у меня симфония я издал, насчитал на пленке 12 томов златоуса, 12 томов «Жития святых», и на них составил симфонию. Вот она, симфония на «Жития святых». Посмотри. Кроме того, составил, потом было время, можно показать, 11 неканонических книг. Это лучшая в мире симфония. Могу это доказать любому. По 8 параметрам она выше самых хороших. Так и здесь. Здесь что мы сделали? Взяли Гюставо Доре, лучшего иллюстратора, и 230 его картин раскрасили. Вот оно как выглядит. На мелованной бумаге это все. Видите, как? С закладками. Как оно выглядит. С комментариями, с усилениями каких мест. Ну, я посчитал, где-то по 8 параметрам лучше самого хорошего издания Блаженного Фефилакта. Кроме того, местоописания, где почему-то брали подстарковную славянскую. У меня все по-русски. Там по перекопам аммония, пакетами смысловыми, у меня разбито по стихам. Ну, то есть, все это настолько удобно пользоваться. И эти вот Новые Заветы, я говорю, где подарили примерно 150 священников от меня получили это в подарок. А одна книга в магазине стоит полторы тысячи. Полторы тысячи. У меня она продавалась в сегодняшний день все вместе три за полторы тысячи. Вот. Ну, конечно, много тут можно было рассказать, какие препятствия, с какой стороны. Но мы находимся сегодня в русско-православной зарубежной церкви. И вот один момент какой. Спрашивает, какое самое хорошее качество, начальное. Это смиренно-мудрие. Дьявол не пьет, не ест, но когда сказали о смирении, как Антоний Великий, он терпеть не могу. Вот надо в смирении принимать то, что Бог допускает. Я, допустим, плохо слышу, мне нужды нету. Я за 73 года ни одной таблетки не съел. У меня нет болезней никаких. Так не болеешь. Болеть-то болею, это не болезнь, это все естественно, по грехам. Я объяснение найду, какое. Я просто благодарю Бога. Нужно научиться благодарить. Первая ступень, просительные молитвы, вторая благодарение за все, и третья словословие. Чего я достиг? Людям просто говорю. Есть такие у меня наработки, с которыми почти никто не согласится, но я проверну, никто не сможет. Просто это невозможно. Вот я отвечаю здесь в книгах своих на 4 тысячи, вот, 124 вопроса. 4 тысячи 124. И когда меня спрашивают, а как такие книги издать, ну видите, какие книги, в твердом переплете, это же невозможно, как дорого. Да, невозможно. Цены еще повысились. Вот это, чтобы издать тысячу экземпляров сегодня, требуется почти полмиллиона. А тут у меня написано, какое слово. Вот. Автор приносит благодарность за спонсорскую помощь в издании книги Соколу Борису Александровичу, президенту Объединенной Химической Компании Щелоков Азот. Вот оно где. У этого человека, жена и дети, погибли в автокатастрофе. Он, я не знаю, миллиардер, видимо. У него за рубежом везде там фирмы, ну, по этому, по его производству. И он однажды только узнал у знакомого священника, отца Иоанна Суворова, про нас. И сразу перечислил деньги. Видите, я в своей жизни имею такие наработки, которыми опровергают то, что говорят люди. Вот я сейчас просят еврейский вопрос осветить. У меня много написано, но все просят видео. И я им займусь, может быть, ну, прямо вот-вот, я могу уже сказать. У меня есть книги, которые православные никогда не имели. Вот это вот у меня одна книга. Ну, в каждой книге 752 страницы. Это зеленый цвет. О чем здесь мусульманство? Я разбираю полностью, вот заметьте, заголовок какой. Вера. И дальше о чем говорится. Весь Коран, священная книга мусульман, разбирается по сурам и аятам. Весь. В сравнении с Библией. Этого ни у отца Даниила засосований у кого не было. Конкретно, конкретно каждый стих. Как он выглядит во свете Библии. Книги так и называются. Во свете Библии открытым оком. Вот я покажу когда книгу. Вот эта книга 20-я. Это ваунио есть, она «Мои беседы, встречи с Александром Менем». Я думаю, его слышали многие. Такой был эрудит, энциклопедист, еврей. Он погиб. Но, по милости Божьей, все это осталось перепечатано. Вот, допустим, я показываю, какие книги. Я скажу, что священникам, православным, не издать ни одной такой книги. Почему? Вот здесь вот говорится 74 человека. Это открытым оком 15-й том. Как пришли к Богу члены нашей общины. У каждого обратный телефон дается, может и позвонить. Как они самостоятельно, то есть при помощи Божьей пришли. У нас все крещены в троекратное полное погружение. У нас нет ни одного, кто не постится. Ни одного, ни одного безбородого нет. То есть те правила, которые нужны, они исполняются. Их всего 719 правил, а 413 сегодня в любой церкви нарушаются. У нас ни одного не нарушается. Но дело не в правилах. Мы должны знать Христа и любить Его. Кто-то не пришел, мы узнаем. Сразу же в больницу он находится дома, уехал. Сейчас человек поехал, который чтец один в другой город, у него там командировка, заболела дочь, он сразу звонит. Сейчас от меня другие узнали, все молятся. Один умер человек, специальный человек есть, это его жена, жена она у него, он сам экономически закончил, а она медицинский, с красным дипломом. У нас почти все с красными дипломами заканчивают. И она сразу распределяет псалтырь, книгу, кому какую кофейзму читать, и мы 40 дней считаем. То есть круговое у нас получается, и дни по часам, сутки разбитые, кому в какой час молиться. То есть у нас неусыпно считается псалтырь. А нужно ли это? Ну ты попробуй. Давид говорит, я семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Псалом 118, 164 стих. Так 7 раз, а один раз что? Ну не написано, я сам это нашел. Это три святоя, поочи наш, и 100 поклонов. У нас пояснено все. И вот сколько у тебя, не меньше 7 раз, чтобы днем, ночью были молитвы, не считая, утренний вечерний, не считая, утренний вечерний, это уже ограда. Ну тут перешагни через не могу. Начни работать. Я любому могу доказать, что посты в православии, они не евангельское устроение. Их не было. Некоторые, как Успенские, они появляются в 5-8 век. Но мы православные. И у меня в детском лагере, если считаем по уставу, растительного масла не положено, его не будет. И ни один ребенок не стал хуже выглядеть. Просто надо молиться. С любовью это все делать. На первом месте любовь. Вызвать любовь к тому действию, которое кажется неприятным. Почему? Я делаю для моего Бога. Вот я прослушал песни, песни для Раисы. Михаил Сергеевич Горбачев поет. Я увидел, сколько там тоски, печали. И сразу стал усиленно молиться за него. У нас целая группа людей, которые молятся за него. Потом, где же Стерлигов Герман путается там в жизни своей, он потерял всю веру. Я попросил людей, давайте поможем, помолимся. Вот теперь Невзоров Александр. Я ответил на 30 его роликов примерно, на задорную. Мы сразу их берем на абордаж. Это морское выражение, на буксире тянуть. И начинаем молиться. А какой толк, скажет, зачем мне рассуждать? Я постоянно молился о возвращении Александра Солженицына домой. Я строитель, мне не давали больше работать прорабом, и я работал печником. Меня нигде не принимали, только сторожем, и при том сторожем только в милиции. Я на таких условиях жил. И это мне было как раз и хорошо. Почему? Потому что у меня сразу завязались связи. И политработник, кто он там, подполковник, был такой, сейчас он полномочный представитель, федеральный инспектор президента полтавецкому краю. Эти люди мои, ну прям друзья были. И каждый месяц он собирает всех офицеров милиции, и я провожу с ними занятия, выступаю. Как-то бы мне туда трудно было, а тут мы все время с ним встречаемся. А свободные три дня я на велосипед, и где глина лежит, где песок, мужик, тебе печку надо-надо, а кто ты такой? Делаю, пока без денег. Когда и стопим, увидишь, во-первых, тонны на полторы меньше угля, где ребятишки ползают на полу, жар доходит до самого полу. Ну что больше надо человеку? Обычно приходят вдвоем, и неделю они колготятся, и неделю поить, кормить надо. Я в день выкладываю две печи. Моя работа, вот я работник был такой, фанатик на работе. У меня всегда в тресте было 280-300% на работе. И вот иногда спорят, начинают, вот дусетину, надо, не надо. О чем речь? Божья десятина, Богу принадлежит, она Божья называется. Десятина. А почему Божья? Считай, Малахия, вторая, третья глава, и говорит, вы обкрадываете меня. Вы спрашиваете, чем обкрадываете? Он говорит, десятина и приношает, меня обкрадываете. Но я заработал. Но Бог 90 заработал, приложил десятку. Что непонятно-то? Отдай ее Богу. А где? Священнику в руки отдай, если ни другого места нету. А если он живет богато, ну, на церковь надо дать. А остальное найди где больше. Мы те годы отдавали уборщицам, священнику, а основная денежная масса у нас шла баптистам. На издание подпольных книг Евангелий, новых заветов, которые не подлежат продаже, но они кем-то изданы. На наши деньги многое было издано. Я когда услышал, на корабле еще был, что требуется десятина, но я же люблю Бога моего, я мысленно произнес за себя, я буду давать 9 десятин. То есть 100 заработаю, 90 рублей отдам. Я 50 лет прожил в этом накале. И ничего в этом особенного не вижу, но приходилось на 2-3 работах все время работать. Я реставратор, переплетчик, книг, там разные-разные работы, дрессировавших собак, в уголовном розыске, везде, где бы только можно деньги подцепить, я подцеплю ее. Даже среди ночи пойду на вокзал помогать вещи носить. У меня не хватает денег. Но минимально уменьшить свои все расходы. То, что вот я издал, вот здесь, у меня минимальная пенсия 5 тысяч. Это на сегодняшние деньги примерно 25 миллионов стоит. Миллионов по стоимости. Где же ты без денег берешься, спрашиваешь, денег нет. Неважно, Бог дает. 95% книг я раздал бесплатно. 95 из 100 книг. А остальные, ну очень какие-то люди богатые, там я мог бы, ну даю им. Кое-что и продаю, там Новый Завет бывает. А остальные, вот в прошлом году мы проехали 240 городов и сел мы подарили на 3 миллиона 150 тысяч. Только за одно лето, за три месяца и одну неделю. Вот попросили рассказать немного биографии, я не знаю, был бы кто-то вопросы задавал, дело другое. Ну вот я хотел сказать, когда это объединение стало с Московской Петеррехии, там не объединение, а акт о каноническом общении. Мы сразу написали в наш сенот, сенот в Нью-Йорке, что мы против, категорически против. Абсолютно против. Потому что мы знаем, куда мы идем. Нам там не жить. Но здесь объявили, мы молимся о том, что если будет принято решение, какое бы то ни было, мы подчинимся ему. Главное теперь, Господи, смири нас, чтобы нам не забунтовать. Ну кто так молится? Смири нас, чтобы не забунтовать. У нас есть правила, которых нигде в мире нету. Все тащат к себе. Море и сушу обходят, чтобы с сыном гены сделать. У нас правила, к себе никого не звать. К нам попасть, в газете писали, говорят, попасть в общину Клапкину, нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. Мы три года только испытания человеку назначаем. Оглашение. До трех и пяти лет. И потом только один раз разрешим прийти. А он к нам пришел. Тогда, помните, такие слова пошли, там, толерантность, это окаянное слово. Но смысл его, его можно повернуть по-хорошему, чтобы не осуждать друг друга. Мы здесь поем баптистские песни. Вот этот, от 50-ков проповедник был Ярн Пестий, Ярн Николаевич. Его проповеди 136 часов слушать. Были у меня в обвинении. Меня арестовали-то за то, что я насчитал Златоуста жития и плюс архипелаг ГУЛАГ, Регельсона трагедия церкви и мученики 20-го века. Почему? Потому что, когда я насчитал жития, 19-е столетие. А где 20-й век? И Бог мне дал. И я насчитал. Меня арестовали. Да еще я пишу стихи. У меня здесь 3467 стихотворений, по 9 куплетов все четырехсрочные. И в одном куплете я написал на памятник Ленину «Стоит свой рот ащерев, по мету птиц подставив голый череп вождь атеистов сонмище иуд». Мне этого они не могли простить. Там такие слова еще были. Туда простерта Ленина рука и где-то. не ты ли всей России правил, не ты ли голодом ее оставил и сам стоишь с протянутой рукой. Ну, понятно, были времена другие. Но скажу, как хорошо, что я был арестован. Как-то батюшка здесь сказал слово. Когда я освободился, был реабилитирован. Ну, естественно, что у меня самая крупная в мире фанатека духовная, как считается, была конфискована. Я стал судиться. 11 лет судился. И процесс этот выиграл. Они мне должны были теми деньгами 11 миллиардов. Выиграл одну двухсотую часть. Но и этих денег у администрации не было. А так как ответственным лицом были не КГБ, а городская администрация, бог так делает, судебный пристав к ним пришла и сказала, если слабки на мне рассчитайтесь, я арестовываю все счета в городе. Ну, это относится. И тогда у нас начались переговоры. У меня близкие отношения были с прокурором края, Параскул Юрий Федорович, генерал-лейтенант. Очень хорошее правило, это отношения были с мэром города. Баварин Владимир Николаевич. Он входил в десятку лучших мэров России. Он сюда приезжал. Вот сколько Бог дает людей, добрых. Вот сюда, в эту комнату, вот эти книги у меня брать приезжал Андрей Кураев. Главное, это за этими трехтомниками. Но он ли не знает, что-то. В моем доме пришло столько сектантов, баптистов, пятидесятники, адвентистов, там, минонит. Вот, и стали они большинстве своим священниками московской патриархии. Мы никогда, ни одного человека, я 50 лет проповедую, мы не звали никуда, только в московскую патриархию. И они же против меня воюют. Это такая несуразица совершенно необъяснимая. У меня хорошие отношения с евреями. Евреи такие-то. А у меня евреи помощники ближайшие. Помогают А вот мусульмане такие, у меня мусульмане близкие люди. Я себе все буду рассказывать, но трудно поверить. У Соломона есть такое выражение, когда пути человека угодны Богу, Бог и врагов его примеряет с ним. И мы просили, чтобы нам не забунтовать. И когда было принято решение, а там на Яке, где ездил, батюшка наш был там в Сакраменто, где они еще там были? Не знаю, в Нью-Йорке. И привезли, что решили признать каноническое общение, потом как называют объединение, объединения не было. Мы именно к этой группе и пристали. Но в московскую патриархию мы так и не вошли. То есть к нам они приходят батюшки с московской патриархии, теперь служат, наш батюшка с ними служит, но мы совершенно автономно. На пять лет был назначен епископ Евтихий Курочкин, он был назначен как векарный у патриарха Алексея, потом у Кирилла Домодедовский. Теперь он ушел на покой в Богоявленском соборе как настоятель в городе Ишиме Тюменской области. А мы напрямую соединяемся теперь с Силарионом Капрал, его фамилия, Нью-Йоркским. У нас нет различий ни в чем с московской патриархией. Различие в самом отношении к делу. К делу. Вот это тут мы не можем не говорить об этом. Главное это отношение к делу. А отношение к делу такое. Мы вот нынче они говорят, ну как-то давайте вместе. Я говорю, давайте. у нас очень большой опыт миссионерской работы. Мы прошли 56 сел больших, заходя в каждый дом, занося и даря Евангелие. А кто приходил, это или на стадионы там местные, или дома культуры, там договариваемся сначала с администрацией. Всем дарили новые заветы. Мы за последние два года подарили 30 тысяч новых заветов и Евангелий. А они их собирают и сжигают во дворах церковных. Я патриарху написал, как вы отвечать будете за этих людей, которые вашим именем прикрываются. Я хотел даже показать, вот я арестован и когда меня ведут, я был арестован. Я не знаю, получится, нет, там посмотреть. Вот. Я был не реабилитирован, а помилован. А потом реабилитация пришла только в 92-м году. у меня есть отдельные стихи писания «Слово Божие живо и действенно». Вот это для меня основа была. То есть оно должно заговорить на любой момент, где бы я что ни глянул, я знаю, что это и Слово Божие. Вот у меня здесь проповедей, больше тысячи моих проповедей, тысячи, которые я говорил в храме, при епископе. Как? Ну, меня рукоположили щитцом специально для того, чтобы я мог говорить проповедь в храме и даже при епископе. Проповеди совершенно необычные, кто слушал, а там все понимают. Я их выпрашиваю у Бога. Это две проповеди на каждом богослужении. Получается в месяц четыре недели, это восемь, а иногда больше бывает до пятнадцати проповедей. И вдруг я от всего отстал. Как так? Раньше любил я морфлот М, вот буква М, показы глухонемые и буква Ф. Потом я внезапно от всего отошел умышленно. Никто меня не отстранял. Я сказал, больше я не проповедую ни одного. Ну, в Москве нынче там меня обрекли там стихарь на деле у отца Кирилла Сахарова на Берсеневке около храма Христа Спасителя. И я сказал одну проповедь, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Она в Ютубе стоит, эта проповедь. Вот. Я писал стихи. У меня 3467 сектори. Я отрезал, больше не пишу. Много публиковался, не пишу. Издавал книги, перестал. То есть, я могу назвать около восьми дел, чем я занимался, все оставил. На их снова М, М оставил. М, молитва и форум. Ежедневно, не менее семи раз в день молиться и форум. И поэтому отовсюду идут звонки и помолиться. Я считаю великим даром Божьим, что Бог дал мне в жизни понять, как у Нем много людей и как Бог объединяет их любовью. И что значит молитва дневная, ночная? Зачем мою жизнь Бог продлил? Не могу знать. Но вот, издавая эти книги, 9 лет, я провел за компьютером более 30 тысяч часов. У меня как-то интуитивно все так бывает. Ну, это не то слово. Бог показывает. Говорят, а как вы зрение так не попортили? Конечно попортил. Но при солнечном свете я читаю самый мелкий шрифт. Почему? Два раза в день мелко тертая морковка. А сейчас, оказывается, дают капли какие-то и там каротин. И меня спрашивают, а как вы узнали? Я не знаю. Когда я изучал язык, пакетный метод, я самостоятельно дошел от Аполлон-Союз, когда учили английский язык, космонавты. Я читаю, это тот метод, который я самостоятельно нашел. Самостоятельно. В Америке у меня заболел зуб. И повезли, там опрокинули. Надо дергать. Как дергать? Нельзя дергать. Почему? Я в университете веду занятия, у меня памяти не будет. Они рассмеялись там, говорят, при чем тут память-то? Я говорю, не знаю. Но это связано с памятью. Потом я стал говорить другим врачам, и только один врач сказал, верхний, и, конечно, зубы касаются. И вдруг нахожу последние самые данные, многолетние какие-то там исследования были, шведских ученых, сколько памяти теряется с выдернутым зубом. Независимо от того, вверху или внизу. А как ты знал? Да я даже не знаю, что знал. Я просто не давался, и все. Я не ем таблетки, я знаю, что там яд. А что нужно? Перед сном ложечку меду, теплой воде, или так сказать, и благодарящий Бога за все. Ты хочешь не болеть? Я любому дам лекарства. А научись говорить не. Никогда не злись. Никогда не спорь. Никогда не завидуй. Никогда не ревнуй. Никогда. Будь доволен всем, что у тебя есть. И у тебя болячки эти на 90% уже уйдут. Меня спрашивают, и вы никогда не спорите? Я вообще не спорю. Как-то одного долгожителя в Скандинавии спросили, какие-то секреты есть, чтобы питание мы уже записали. А что? Я говорю, я никогда не спорил. Да не может быть. Он говорит, может быть и так. Он даже не стал с этими спорить. Спорит тот, кто ничего не знает. Моя задача возвесить истину. Я сказал. Сказал, он не принял. Теперь снова он спрашивает, я говорю, я тебе сказал. После первого, второго разумления отпрощайся. Я еще раз говорю, больше не искушай меня. Все. Я выложил все, что имею. Это вершина, выше которой я не поднимусь. Это последнее, второе издание. Вот у меня есть такая книга, ее архиерея даже считает настольной книги. Это «Кристиному православию». Я ее 40 лет собирал материал. Здесь даже и профессора, преподаватели, духовных академий помогали, допустим, из Святого Иеронима найти одну фразу о крещении. Я не имел возможности доступа до этих книг. И Господь позволил это все сделать и издать. Я считаю, все это благословение. Те, кто с этим были связаны, так и понимают. Без Бога ничего нельзя сделать. Мне нравится выражение Кирилла Иерусалимского. Он говорит, «Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне». Сегодня редко кто может это сказать. Чтобы это сказать, надо людей сначала научить, чтобы они могли твои слова сверять с Библией. Ну и самому ее знать. Библию. Вот она, у нас на Библии. «Аввизиана, холи вайбл». Объясняно, вот написано, «Святая Библия». Тут, может быть, даже не видно. На корешке выгравировано так, «Святая», а внизу «Библия». Очень даже необычно. Вот я это говорил, сейчас открою застежки. Это я снялся на Лоя. Это нам спецзаказ сделали. Вот. Это вот Библия. Она издана по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея Второго. Вот я даже покажу, чтобы увидели. Вот она, видно или нет? Может быть, не видать, да? Вот. Как эту Библию издавали? Библия или книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Это православная. Ведь и какой крест. У нас лежит на аналоге не Библия, это, не Новый Завет, не Евангелие, а Библия вся. Вот как она издавалась. Просчитайте. Какие императоры в этом участвовали. Благословение Священного Синода. Сейчас люди кидаются за новыми переводами. Не верьте, Синодальный это лучший перевод. Один из самых лучших в мире. Такие удивительные были переводчики. Эта книга имеет 77 книг. И чтобы это увидеть, вот я покажу, даже видите, книга Серахова. Вот. Неканонические книги все здесь. Их некоторые не признают, а зря. Эти книги признавали все святые отцы. А они утверждены соборами. Не надо спорить. Я ему возвестил. А почему вы решили так? Мне решать не надо. У меня свои наработки есть. Говорят, а границы в церкви нету. Главное, двое или трое собрались, и там Бог. Такого не написано. Не собрались, а собраны. Духом Святым. Ну, а вы можете сказать, я как бы задаю сам себе вопрос. Где церковь? Я знаю, границу вот проведу точно. Не на один сантиметр церковь, а дальше уже не церковь. А где? Где есть законно рукоположенное священство. Это все православные церкви, где есть законно не еретические, рукоположенные священники. Католическое. Второе. Третье. Григорийнар Армянская. Третье. Копская и Сирская. Все. Все запредельное. Там пусть сто раз лучше нас живут, но они вне церкви. А вне церкви какое спасение? Не знаю. Я знаю, вне церкви нет спасения. Деяние 2.47. Ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Если без церкви спасения, зачем это нужно? Библию надо изучать. Я почти по 10 часов иногда проводил за Библией. Изучением Библии я занимаюсь 50 лет. Это абсолютно беспрекословный авторитет. Но понимать Библию нужно так, как истолковали святые отцы. Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило. Я это принял. Утвердился на этом. И мне не надо убеждений никаких больше. Те толкования я сравниваю с сегодняшними сектантскими, ну разные, какие бывают, я вижу, как небо и земля. Православие это чистота. Чистота. Я и говорю о сегодняшнем, что видим. Это красота, это целомудрие, это широта. Все, что вы найдете святого чистого в премудрости, о чем премудрость Соломона говорит, все это православие. Почему я здесь нахожусь? Но видя, что сегодня делается, я говорю, если бы у баптистов было законно рукоположенное священство, я бы сегодня ушел туда. Потому что, вот я еду по городам, по селам, в каждом городе, мне Бог открывает двери к людям. Я могу образовать уже, ну, несколько сот общих был. Я ни одной не мог образовать, не считая у нас и потеряльки. Почему? Я людей направляю в Московскую патриархию сразу же. И на следующий день священник их делает мне врагами. О, это еретик был, что вы делаете? Так батюшка, он же нас к вам послал. Я послал их к местному епископу, чтобы они здесь собирались, потом часовню построили. Ничем не объяснимо. Они ничего не могут сказать. Да, я не во всем согласен. Ну и что? Мы разные. Я не согласен вот с этим двоедушием, с салшностью. У меня там ничего нет, поэтому я один священник, магистр, мне сказал, вас спасает. ваша безукоризненность. То есть ничего у меня нет. У меня неграмоты никакой. Духовно я не учился в семинаре. Я самостоятельно все постигал. Но почему-то я единственный в мире сегодня, кто насчитал 12 томов Златоуста. Их нету больше нигде в интернете. Жития сейчас хоть пытаются считать. Я насчитал 12 томов Жития, 5 томов Доброта, Любия, 4 книги Григория Диченко. Все они на нашем сайте. К истине один народ.ру. Ну это стоит в гугл зайти, Игнатий Лапкин сайт и вы уже зайдете. А с него там щелкнул на форуме уже вы будете. Что себе сказать? В своей жизни я ничего не вижу что-то особенного. Но могу сказать только одно, что я познал, что я в аду был и Христос умер за меня и жертвой своей Он вырвал меня оттуда. Я Ему благодарен. Я верю в спасительную жертву Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это у нас написано. У нас видите священное изображение иконы и между ними и надписи. Ничего особенного в этом нет. Потому что то, что иконы должны быть, ну мы православные, а что надписи должны быть? Это тоже в Ветхом Завете на косяках или везде, где нужно написать. Вот что я мог бы сказать. Плохо, что никого нет, кто вопросы задавал бы. Если нужно будет, там потом зададут. Богу нашему славу во веки веков. Аминь.